Здравствуйте! Здравствуй, Зинаида! Я Тамара! Я знаю! Лизавета Егоровна! Ничего говорить не надо, я сама всё скажу. У тебя проблемы с мужчинами. Как вы догадались? Я вижу. Я вижу о том, что с мужчинами у тебя всё будет в полном порядке. Какое горе! А ещё я вижу, что недавно у тебя была потеря. Почему я? Скажи. Никто никогда не знает, у кого что может случиться. Лизавета Егоровна, скажите, что это? Может, это чёрная полоса? Это чёрная полоса? Однозначно. Обеляем чёрную полосу. Элементе хилля. Полосы больше нет. Извините, конечно, Лизавета Егоровна. Полосы, может, и нет, но и 50 рублей тоже нет. Это ты о чём? Я вчера 50 рублей потеряла. Вы сами сказали, потеря у меня. Ах, это и есть потери. Да. Какая трагедия. Я верну тебе эти деньги. Что, правда вернёт Лизавета Егоровна? Для этого я здесь сижу. Положи на эту тряпочку 500 рублей. Кока-кока? Пиццу. Ага. Ну как? А, шватер. Птичка. Серьёзно? Ку-ку. А? Вот твои 50 рублей. Ничего себе. Лизавета Егоровна. Что, правда, у меня, подождите, 50 рублей? Что-то 50 рублей, извините. А где, как говорится, 500? Вы знаете, я хотел... Какое чудо, можно посмотреть? А что, браслет из-за интересного? Правда? Давай, давай, скорее. Мне тоже нравится. Давай, скорее. Правда нравится. Прям как оберель для меня, представляете, Лизавета Егоровна. А? Что случилось, Лизавета Егоровна? Блохи! Тебе надо избавиться от этого браслета. На нём порча. Фу, я думал о блохе. Раза. Мали. Не смотри, ослепнишь. Обалдеть. Ну вот и всё. Выкипал. Нет браслета, нет проблем. Спасибо. Правда, браслет это дорог, мне как память был. Я его в переходе купила. У сиганки. Сказала, зараза, что это золото. А оказалось, нет. Я потом месяц за ней ещё бегала по переходам туда-сюда. Вообще найти не могла. Думала, ладно-то идти. Порчи нет. Забирай. Спасибо. Ну и какие проблемы у тебя у Бога? Я говорю, я говорю, Лизавета Егоровна, проблема у меня с СМУ. Ну? С СМУ. С коровами что-то? Да не с коровами, Лизавета Егоровна. А с этим, с бычком, эээ, с мужичком. Лизавета Егоровна, с мужиком. Я помогу тебе. Ночью выходишь на перекрёсток голая, кланяешься на все четыре стороны, говоришь, ахалай-махалай, я хочу ла-ли-ла-лай. Повтори. Ахалай-махалай, я хочу... Лизавета Егоровна. А можно я хотя бы платок на голову одену? Я сквоздяков боюсь. Тебе важно. Спасибо. Ахалай-махалай, я хочу ла-ли-ла... Скажите, что, проблема с мужиком решится? Будет очень много мужиков. Некоторые могут быть в белых халатах, но бояться этого не надо. Ага. Ага. У меня много мужиков, Лизавета Егоровна. Я с одним справиться не могу. В смысле... Ну, в смысле, у меня есть мужик, понимаете? Ну, как бы не целиком, а... Ну, половина, понимаете? Угу. Инвалид. Не, он инвалид по жене. В смысле, он женатый, понимаете? Ахалай-махалай. А я бы хотела, чтобы он жену свою бросил. Я бы хотела быть с ним вместе, никогда не расставаться, единым целым, как звенья одной цепи. Колечко, колечко, кольцо. Надежный железный приворот. Вот, пожалуйста. Я должна взять приворот и ночью голой на перекресток... Не-не-не-не-не-не-не. Зачем такие ссоры? Берешь приворот, привязываешь мужика к батарее и все. Цена вопроса? 500 рублей, как всегда. 500 рублей один сантиметр. Итого 13 тысяч. Спасибо. Елизавета Егоровна, у меня с Колей все хорошо. Если бы не его Мымра. Его мужика зовут Коля? Коля зовут. Мой муж тоже Коля. Мы как бы немножко тезки с тобой. Да, кстати, о Мымре. Я хотела бы, чтобы он ее бросил, понимаете? Она как бы пребожжила его, как бы приговорила, приковала. Жаба зеленая. Здесь поможет заклинание армянских шаманов. Я сейчас прокачиваю заклинание. И у нее сломается машина. Не мешать мне. Ага. Машина сломается. Ай, кик, вы знаете? Сырел, ты с кафе затушите с араблю кикова в воде. Сколько, Лизавета Егоровна? 500 рублей. Лизавета Егоровна, а какая машина сломается? Стиральная? А можно, чтобы за 500 еще и швейная сломалась? И печатная желательно, что. Лизавета Егоровна, я сейчас Коле своему звякну. Алло. Скажу, что радостная новость, что у Мымре его, что у Мымре его... Да, Коля. Эта машина сломалась. У меня любит. Стиральная, пусть зараза занята. Это точно? У Коли, у Коли, у Коли машина сломалась. Блин, что-то занятая, занятая. Я хотел вам сказать, что радостная новость. Вручную, зараза, стирать будет, чтобы руки стерла по локоть. Что с Лизавой, Лизавета Егоровна, что случилось-то? Муж звонил, я Лексус припарковала под балконом. Балкон рухнул, Лексус дебил. Как они так строят? Давайте вернемся к нашей Мэмре, Лизавете Егоровна. Продолжим. Продолжим сеанс. Заклинание чуковских жмуриков. Давайте. Включаю третий глав. Пятьсот? 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 Почему тысяча, Лизавета Егоровна? У меня изменились обстоятельства. Ну, аппетит у вашей тряпочки, Лизавета Егоровна. Что-то так туговато идешь с твоим мужиком. Ну, у тебя есть его фотографии? Есть, конечно, Лизавета Егоровна есть. Я всегда нашу фотографию. Соколик мой родненький. Колечка, мой любимый колышик. Любимый. Вот эти глазочки. Зацеловала бы, честное слово. Честное слово. Хорошенький, правда? Лизавета Егоровна, хорошенький какой. Налюбоваться не могу. Так это он сказал, что его жена страшная противная дура. Жаба зеленая Мэмра. Знаете, как он ее ласково называет? Нет, кариес под микроскопом. А как он в постели, если не секрет? Лизавета Егоровна, я, конечно, боюсь лазить, но я называю его Геракл. Он, значит, двенадцать раз смоет. Представляете? Я думаю, боже мой. Ну, ладно, какая сила в нем таилась. Это твой Геракл сказал, что он готов оставить свою законную жену одну в пятикомнатной квартире. Нет, он не такой, он порядочный человек. Свою пятикомнатную он на меня переписал. В ближайшее время собирается переписать и датчику. Ему вообще для меня ничего не жалко. У меня подарками засыпает, денежек подбрасывает. Недавно ювелирку подкинул. Жаба его, оказывается, ювелирку любит. Принес браслетик, брошь и кольцо. Симпатичное такое. Огромного размера. Это такое колечко с маленькой змейкой посредине, да? Со змейкой? Откуда вы знаете? Я вижу. А недавно мы с ним на курорт ездили. Отдыхали в море, плавали, пока жаба его к мамке ездила на выходные. На майский праздник. Откуда вы знаете? Я все знаю. Скажи, а он не сказал, где его мэмора работает? В бане работает. Точно, он говорил. Жена моя, она, людей парит. На деньги, говорит, разводит. Представляете, в парилке работают? Да. Недолго я там париться, как говорится. Я не понимаю, зачем тебе жить с инвалидом? Что вы? Ой, Коля, абсолютно здоров. Еще не вечер. В каком смысле? В прямом. Я вижу, что сегодня вечером у него будут два сломанных ребра, челюсть в семи местах, перелом позвоночника и сотрясение мозга в девятой степени. Четырнадцатой степени. Лизавета Егоровна, спасибо, что предупредили. Мы же с Колей в кино собрались. Я сейчас Коле позвоню. А ну, Коля, сиди дома. Кино отменяется. Да нет, с Кенчиком все в порядке. Я тебе потом все расскажу. Ради нас, с тобой счастья. Сиди дома, Коля. Все потом скажу. Спасибо огромное, Лизавета Егоровна. Ты идешь сейчас домой, обмашешь солидолом, съешь моль и два сушеных таракана. Завтра ко мне мы продолжим. Ага. Свободно. Что он тебя нашел? Ой, вы знаете, я сама иногда Колю спрашиваю. Коля, что ты мне нашел? Вот и мне. Он мне честно отвечает, диагноз. Я говорю, с детства доктором мечтал стать. До завтра, Лизавета Егоровна. До завтра. Алло. Коленька, это я, твое существо. А? А ты же собирался куда? Нет, уходить. Передумал? Ну и славно. Я сейчас приду к тебе. Почему ласковая такая? Соскучилась. Ты только жди меня, я приду, мы с тобой в бейсбол поиграем. Не умеешь? Я научу. Это прекрасная игра, мой зайчик. Ты жди меня, целую, твоя мышка. Скоро будет, мой коротечка. Спасибо.